Здарова, дорогой! Как я тебе обещал в телеге рассмотреть G-Miner 2.79, как у меня будет время по возможности. Вот она, эта возможность появилась, соответственно, я ее снимаю. Что здесь нового из интересного? Ну, во-первых, вышел уже 2.80, в нем исправление каких-то фишек 2.79 плюс что-то новое. Но в 2.79 нас с тобой интересует Dual Ethereum плюс Tone. То есть в данный момент времени у меня, ты помнишь, запущен здесь был Low Miner 1.45, я его обновил сперва 1.46, потом 1.46А. Вот мы сейчас с тобой на этом 1.46А, я пойду его отключу, посмотрим потребление. После чего запустим G-Miner 2.80 последний и разберемся, как его правильно настроить, какие там есть фишки, замерим потребление и все такое прочее, еще сам не знаю, что будет. Ты готов? Погнали! Так, значит, давай, смотри, у меня эти 6 карт, если я не ошибаюсь, просто на кефире пушили 2 киловатта. Сейчас с Tone 2.239. Будет скакать, не будет, я еще чуть позже замерю. Но мы с тобой еще попробуем на RTX 3080 GameRock запуститься и посмотрим, как там будет. За счет чего так сильно не улетело? Я думаю, за счет того, что я, наверное, сильно не задирал гидро. То есть здесь 1200 стоит, если я поставлю здесь 1500 или больше, улетит, наверное, сильно. Но выдержит ли это розетка, я не знаю. На дистанции, я думаю, что точно не выдержит. Надо ставить какую-то 16-амперную. Но если, чтобы запустить, показать, наверное, можно, но это мы с тобой сейчас попробуем сделать на G-Miner. Запустил G-Miner 2.80. В принципе, практически ничего не поменялось. Ну, по одному мегахэшу по сравнению с тем же Low-Miner прибавилось на кефире. На тех же самых настройках 1200 по ядру имеется в виду. Но при этом на 0.2 гигахэша, то есть суммарно на 1.2 гигахэша, просадка по тонну. При этом, если у меня на Low-Miner кульки крутились на 100%, да, и были вот такие температуры. Я надеюсь, что тебе видно. Я сейчас вот так увеличусь. То есть вот такие температуры. И вот смотри сам хэша, да. То здесь у меня кульки крутятся на 70% и вот такие вот температуры. Как это хозяйство настроить, я тебе скидывал еще вчера, да. Но ты смотришь сегодня. Те, кто в телеге смотрели, я, соответственно, кидывал вчера эти параметры. Давай тоже тебе покажу, расскажу. Значит, в отличие от Low-Miner здесь настраивается все в одну строчку. Вторая строчка тебе не нужна. Ты пишешь, соответственно, свою основную монету кефир, горячий кошелек MetaMask. Там пишешь EtherMine Pool, к которому подключаешься, да. И в конфигурации майнера заходишь. Здесь выбираешь вместо этаж, этнэш. Тогда у тебя появляется вот здесь вторая строчка тон. Ты прописываешь именно вот здесь тон. Тут по стандарту ничего не трогаешь. Все должно быть точно так же, как у меня. Здесь меняешь обязательность. Сюда надо вписать, указать именно твой тоновский кошелек. Здесь пишешь пул, к которому подключаешься. На мой пул не смотри. Я как бы не претендую на этот пул. Он просто был заснят 2 или 3 месяца назад. И человек, который тогда смотрел или сейчас будет смотреть, а потом пойдет смотреть инструкции, ему будет понятно, если я ему напишу разный пул. Но в то же самое время некоторые ребята этот пул хайят, поэтому по этому вопросу пулов разбирайся, который лучше тебе подойдет. И основной параметр здесь дуал интенсивность. То есть в зависимости от этого дуал интенсивности, он пока что задается вручную, но я так понял, что в будущем он будет привязан как-то к автотюну. Ну, логично было бы. В зависимости от этого параметра зависит, во-первых, твой мегахэш на тоне гигахэш, и зависит твое потребление. Поэтому это важнейший параметр. Ты должен будешь раз 10 с разными параметрами запуститься на разном ядре. Мы с тобой несколько вариантов сегодня рассмотрим. На разном ядре с разным вот этим дуал интенсивностью. И, возможно, даже с разной памятью. Понимаешь мысль? В принципе, в этом режиме у меня получилось неплохо. То есть если риг у меня в среднем этот курс шестикарточный 2050-2080, то здесь у меня приблизительно на 330 ватт подросло. Вот. Ну, давай мы с тобой запустим еще разные значения на этом риге. Посмотрим, что получится у меня с разным ядром и с разной дуал интенсивностью. И после этого попробуем с тобой еще запустить риг 3080. Посмотрим, что там получится. А ты, мой дорогой, просьба к тебе. Посоветуй, какой мне все-таки выбрать режим. Или, может быть, ты знаешь, какой-то другой режим. Тоже дай совет, пожалуйста. Так, смотри, подразогнал немножко тонкоин. Что имеем? Потеряли приблизительно, если ювелир надо настроить, где-то 2,5 мегахеша, где-то 2,5, где-то 3 на кефире. То есть суммарно 6,3 теряем 18 мегахеш на кефире. Но при этом почти по гигахешу 100 на прибавляем. То есть 6 карт плюс 6 гигахеш на тоник. И при этом потребление не ебаться, как у S17-го асика. Что на это повлияло? Да, 2838 ватт, видишь, повлияло, во-первых, то, что я поднял ядро, а тем самым тем, что я поднял ядро, я поднял PL у карты раз. И повлияло то, что я интенсивность поднял на 26. Можно ли так делать или нельзя? Тут вопрос двоякий. То есть мне так нельзя делать. Почему мне так нельзя делать? Потому что я плохо слежу за своими картами, насколько они перегреваются, не перегреваются. Это раз. И с этой точки зрения мне вообще бы не хотелось это делать. А во-вторых, я и так уперт в розетку, а лишний расход по электричеству, здесь у меня не стоит так вопрос. Знаешь, что у меня лишний расход, а выгодно ли это мне или не выгодно с точки зрения. Здесь стоит так, что пробки могут куям улететь. Понимаешь? И в то же самое время, если взять другого человека, у которого там два рига стоит, но при этом есть 10 киловатт дополнительных, он уже может садиться и думать, что выгодно ли это ему или не выгодно переходить ко второй части вопроса. Поэтому зависит от ситуации конкретного майнера. Я, наверное, так держать не буду, но я тебе показываю, что можно. Сейчас я еще запущу на интенсивности 24, потому что тоже получается очень даже неплохой параметр с точки зрения кефира, если брать. Вот так вот сделаю, просто применю. Сейчас майнер перезапустится и посмотрим дальше. Так, вот смотри, вот так запустил. Получается прикольно. По кефиру практически не потерял. То есть там 0.1, 0.2, вот что-то вот такое потерялось. Но на тоне практически 3 гигахэш. То есть 6.3, 18 гигахэш. Если вот здесь что-то от этих параметров взять и ювелирно донастроить, получится неплохо по всем статьям, кроме, во-первых, потребления. Видишь, да, потребление бешеное, как у Асика. И нагрузки на сами провода. Поэтому я так долго держать не буду. Я, наверное, скорее всего верну к даунвольту. Потому что основное это кефир. Но если дополнительно что-то будет капать по тону, не сильно напрягая мою проводку в Риге, то я, наверное, на это согласен. То есть что-то вот такого, фан, сейчас режим даунвольт какой-то подберу. Ну вот и видишь, да, то есть практически каждая карточка 124 и по 3 гигахэша с тонн. То есть довольно-таки неплохо, на мой взгляд, получилось. Еще вот такой режим. Видишь, 2348 ватт. Она, получается, 16 интенсивности с ядром 1150. Но я, наверное, оставлю, как был 12.00, потому что здесь по 300, получается, теряется. Видишь, на кефире практически ничего не теряется. Разница 50 ватт, но по 300 мегахэш теряется на тоне. Я, наверное, оставлю самые первые, пускай работа, которые были, ты понял, 2200 на 124. Вот этот оставлю. Так, запустил я этот рабочий режим. Рабочий режим, ты понял, 1200 ядро, 2700 память у меня и 18-й я поставил интенсивность. Пока что интенсивность в ручном режиме. Будем надеяться, что доработают нам ребята, чтобы это тоже как-то было на автотюне завязано все вместе взятое. Почему именно этот режим? Потому что в этом режиме он потребляет, ты понял, приблизительно округлим простые цифры 2400 ватт. То есть можно было бы запустить там, где 3.1 гигахэша решим на тоне и суммарно это было бы на 6 гигахэш суммарно больше. Но у меня есть два переживания. Первое переживание, оно завязано на том, что при таком режиме он потребляет как S17 ASIC. То есть 2800, 2900 за счет скачков. Это слишком много, чтобы оставлять с моей точки зрения в обычную розетку. Если это еще завязывается на автомате, то как-то можно. Но это еще полбеды. Вторая беда, на мой взгляд, заключается в том, что слишком большая нагрузка на 6-пиновый коннектор получается. Она и так дешено большая сейчас в таком режиме, понимаешь? И это как бы пределы. За картами, наверное, надо следить, как следует. Поэтому я добавил даже за не хочу дополнительно кульки. И когда закончу съемку, еще внешние кульки тоже на всякий случай добавлю. То есть вот с этих двух точек зрения, что я переживаю за оборудование, я не даю большую нагрузку, чем мог бы дать. А там каждый майнер решает по-своему. Ты только смотришь, как вот мой опыт по данному вопросу. Я уверен, что здесь сейчас все разработчики майнеров дорабатывают. И через неделю, скорее всего, информация по данному вопросу изменится. Поэтому постоянно, если ты этот вопрос изучаешь, смотри разных блогеров по данному вопросу. И изучай их опыт с учетом последних майнеров. И следи за майнерами. Ты понял, за G-майнером, за L-майнером, за T-rex, за NB-майнером. Всех ребят, кто работают по этому вопросу. Они соревнуются. Это очень хорошо, что они соревнуются. Для нас всегда плюс, понимаешь мысль. Так, запустил 3080 на геймроках. Уже пошел процедура апдейта. Сейчас обновится. В идеале где-то 98-99 мегахэш получить. Плюс тон. Блин, не посмотрел потребление. Я помню потребление там приблизительно 1550 ватт. Вот так, без тона. Сейчас посмотрим, сколько с тоном будет. Чтобы запустилось, надо его обновить. Во-первых, что-то я обновлю, перезагружу. Посмотрим. Смотри, получается, если я ставлю 16-е. А, здесь дуал интенсивность 24. 1630 ватт. То есть прибавляется приблизительно 100 ватт. Даже меньше. На кефире просадка сильная. Сейчас попробуем что-нибудь по-другому. А на этом почти 2 гигахэша дает. Сейчас интенсивность дуала занижу. По 1200 ядро. И посмотрим, может быть, получится неплохо лыжи. Смотри, с интенсивностью 20 подогнал мегахэша по кефиру. А на тоне практически так же остался. Сейчас, наверное, опущу интенсивность еще чуть-чуть. Где-то 16-18. Покажу, что получится. При этом изначально я тебе неправильно сказал. Видишь, здесь всего лишь на 4 ватта поменялось потребление. Сама интенсивность не влияет. Влияет на потребление или ядро, если уже подключен, имеется в виду DualMine, да? Или Pale. В моем случае ядро. Ну, вот так, в принципе, наверное, рабочий вариант. Смотри, потерял я суммарно 4 мегахэша на кефире. Суммарно со всех оси карт взять. Но при этом получил 10.68 гигахэша на тоне. При этом сейчас потребление... Ну, при этом, правда, потребление выросло. Да, то есть 1835 ватт. То есть, получается, потребление выросло где-то на 300 ватт, да? Практически на 20%. Ну, как бы вот так, а что делать? Тоже посоветую, что делать? Что я один сижу в мысли? Давай, что-нибудь напиши, расскажи. Я пока вот так оставлю, а дальше буду думать, не знаю. Ну и смотри, 3080 я запустил в разгоне за счет ядрат. Поставил 1570. Потребление 2200, как у Т17-го асика, да? 2187. При этом бомбят они уже у меня больше, чем 3090 в рабочем режиме, да? То есть 237 практически, 2.4. На кефире еще суммарно потеряли полтора мегахэша. Но так я, конечно, оставлять не буду. Оставлю я рабочий режим, наверное, вот тот, который был предыдущий, он мне понравился. Тоже напиши, пожалуйста, может быть, у тебя другое видение по этому вопросу, и у меня тоже внимание бы переключилось. В идеале, как сильно не потерять по мегахэшу, сильно не потерять по гигахэшам на тонне, при этом процентов на 10-15 снизить потребление. Было бы классно. Ну и вот так это все в майнере майнится. Брати внимание. Оставлять не буду по тем же самым причинам. Большой нагрев пошел, видишь? И большая нагрузка, большое потребление. То есть повторяться смысла не вижу. Ну, короче, вот так я все это дело оставил. Смотри, 30-90, вот они майнят. Давай обновим. Майнят уже 30 минут, полчаса. Майнер работает, да, как загрузился, так не перезагружался. Ядро 1200, 2700 по памяти. Соответственно, с каждой карточки практически 2,2 с копейками тона гигахэша. И 30-80, то же самое, 4,5 минуты майнер работает. Ядро 1200. Тут я задал на 30-90 фаны на 90 с запасом, на всякий случай, а вот с чего. Здесь фаны тоже задал 7,7 с запасом. Мог там и там внешними кульками прибавить. Не стал это делать, потому что надо физически подходить к ригу. А 30-80 у меня стоит вот так вверх. Надо туда снизу залазить. Тоже как бы неудобный реабаз с этой точки зрения, получается. Он у меня не выведен. А так все те же самые настройки на 30-80 сильно не потерял. Суммарно, как я тебе говорил, потерял приблизительно 4, может быть, 5 мегахэш. Но при этом практически 11 гигахэш на то не прибавилось. Посмотрю пока вот так. Жду от тебя советов по данному вопросу. Чего, может быть, поменять. Может быть, каким-то майнером запустить и так далее. Да, вот какие мысли есть у тебя. Я своим оптом поделился. Поделись тоже по-образке своим. А у меня на сегодня все. Спасибо тебе огромнейше за 187 тысяч. Ты вот такой красавчик. Дай бог здоровья тебе, твоим детям, понимания с супругой. Чтоб вы всегда понимались, никогда не ругались. Полные карманы вам крипты, чтоб исполнились все ваши мечты. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, Твиттер. Я всегда везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе. Ролик заснял, уже обратил внимание, на всякий случай скажу. Потому что умно хватит парней. Вот смотри, 30-80. Она у меня здесь взяла такой же темплейт. Я в принципе там показывал в начале ролика, как правильно на 390 сделать. Но тем не менее, вот здесь надо прописать твой кошелек от Тонкоина. И через точку названия Рикова. Точка 30-80. Вещь я написал. Так что имей в виду, это важно. Иначе ты будешь как бы майнить на пуле, но у тебя просто будет майниться на пуле. Вот этот параметр обязателен. Свой кошелек плюс название Рига через точку. Давай, бай, бай, бай.